10 лет лишения свободы грозит жителю Геогинского района, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков. В оборудованном им тайнике сыщики изъяли крупную партию марихуаны. Этот факт был выявлен в июне текущего года. Тогда в доме 55-летнего местного жителя сыщики обнаружили пакет с высушенными частями конопли. Еще один сверток с марихуаной изъяли в хозпостройки. Кроме этого, на приусадебном участке нашли 45 кустов конопли с признаками культивирования. Общий вес наркотиков составил более 300 граммов. Уголовное дело сейчас направлено для рассмотрения в Геогинский районный суд. Полицейские и представители общественного совета Примвд начали проверять готовность школ к 1 сентября. Изучались вопросы безопасности и технической оснащенности учебных заведений. Материал корреспондента программы Вадима Гаркова. С начала августа стражи правопорядка во взаимодействии с другими ведомствами приступили к реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности школьников. Один из этих элементов – проверка готовности образовательных учреждений. Прежде всего при обследовании будет обращаться внимание на техническую крепленность, наличие ограждения по периметру, наличие тревожной сигнализации пожарной, наличие охраны и антирористическая защищенность учебного заведения. Одной из первых проверили среднюю общеобразовательную школу номер 18, расположенную в хуторе Гавердовском. Директор Александр Девтеров рассказал о том, как учебное заведение готовится к комиссионному обследованию. Участвовавших в проверке ветеранов органов внутренних дел интересовало то, как организована охрана школы и наличие необходимого оборудования. Вместе с сотрудниками МВД они изучили систему видеонаблюдения, проверили сигнализацию и целостность ограждений. Действительно, весь коллектив школы заинтересованно к этому подходит. Все стараются, чтобы школа была готова, детишкам были хорошие условия. После детального обследования прилегающей территории, а также всех помещений, представители МВД и общественности отметили готовность школы к приему учеников. Проверки всех учебных заведений республики на предмет готовности к началу учебного года в соответствии с графиком будут завершены к 15 августа. Однако на этом миссия полицейских не заканчивается. Впереди самый ответственный момент – обеспечение безопасности и правопорядка при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Знаний. Накануне 1 сентября будет реализован целый комплекс профилактических мер, в том числе создание нескольких рубежей охраны. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности дорожного движения. Вадим Огарков, Денис Вигерчук и Вячеслав Коробков. Программа «Вести. Дежурная часть». В Верховном суде Мадыгей изменен приговор жителю Майкопского района за кражу медали у ветерана Великой Отечественной войны. Теперь ему назначено более серьезное наказание, связанное с реальным лишением свободы. Заявление об этом преступлении поступило в дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району в начале текущего года. Тогда потерпевший рассказал, что из принадлежащего ему домовладения похищены медали. По факту кражу возбудили уголовное дело. Вскоре заумышленников задержали. Одну из наград подельники потеряли, остальные полицейским удалось изъять и вернуть законному владельцу. Полиционным постановлением Верховного суда Республики Адыгея ранее назначенное наказание в виде условного лишения свободы жителю Майкопского района отменено и назначено к отбыванию наказание в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев в колонии-поселении с ограничением свободы на срок 6 месяцев. Сейчас уголовное дело в отношении второго участника преступления направлено на новое рассмотрение.